Привет-привет-привет! Салют! Так, кстати, раз уж ты загорел о салютах... Напомню... Салюты, салюты, все. Придернула, простите. Как вообще к ним? Как к салютам относитесь? Нравится? Символ праздника. Да, символ праздника. Вот он и должен оставаться, я считаю. Потому что, объясню, мне нравится, когда салют прям подготовлен. Когда это праздник, и многотысячная толпа стоит, и ведущий говорит, а теперь салют, все смотрите на небо! И люди такие, вау! Белмасса, без собственного мнения. Смотрим. Эти салюты классные. Я не люблю незапланированные салюты. Знаете, когда какой-то чувак 14 мая такой, сейчас сделаем весело. Сейчас. А ты дома, засыпаешь, тебя уже просто ласкает морфея. Ты такой, вон... Проваливаешься в сон, и просто за окном в какой-то момент приветики. Вот это я салют. Самый прекрасный салют в мире. Встань и подойди к окну, посмотри на меня. Любопытство берет вверх в какой-то момент, ты подрываешься, идешь к окну, открываешь штору. Вы когда-нибудь натирали жопу туалетной бумагой так, что когда шли по улице, к вам подходили люди и спрашивали, что произошло. Типа, вам помочь? Ты такой, тяга. Я. Это иду. Ненавижу осень. Просто будь ты проклята осень. Объясню почему. Знаете, осенью чаще всего, когда ты выходишь из дому, и перед тобой огромная лужа, тебе нужно ее переступить, ты думаешь, я сейчас куда-то вот сюда стану, должно быть неглубоко, становишься, это приток Дуная. И тебя уносят вниз по течению в соседнее село, где тебя отлавливают рыбаки и ебут в жопу. Потому что ты городской пидорок. Который даже лужу не может переступить. Тебе и надо. Ну что ты здесь делаешь? Сидел на Work.ua недавно. Не нужна мне работа, просто сидел там. Да, да. Просто все люди то и говорят, знаете, что Work.ua, странный сайт. Я зашел, думаю, что за чудо-юда, давай посмотрим. И действительно, я наткнулся там на вакансию, знаете, какая вакансия, как она называлась? Требуется помощник частного детектива. Я думаю, зачем ты нужен? Это даже не звучит как профессия, да? Помощник частного детектива. Для чего ты? Просто, чтобы говорить вот эти фразы. Хорошая работа, детектив. Причем вне зависимости от контекста. Знаете, раскрыл ли детектив преступление, или просто вы приехали на место преступления, труп увезли, но не обвели мелом. И тебе говорят, ложись. Будешь лекалом трупа. Лежишь, тебя обводят мелом. Как работа? Хорошая работа, детектив. Отлично. Серьезно, я не знаю. Детектив, да? Просто люди подходят. А кто детектив? Детектив такой я. И помощник частного детектива. И я. И на тебя все так смотрят. Нет, ты хуй лог. Ты не детектив. Я не знаю просто, что может делать помощник частного детектива. Вот серьезно. Может быть, он раскрывает те преступления, которые не хочет раскрывать детектив. Просто что-то по типу, знаете, заходит в кабинет, и он ему, так, Миша, сейчас едешь на Нивке, там кто-то в маршрутке перданул. Задача. Опросить выживших. Составишь протокол. Ну, в общем, понимаешь. Едь и разнюхай все как следует. И к вечеру на моем столе должен лежать фоторобот этой жопы. Все, поехал на спецзадание. Агентик, засланный казачок, да? Ну, вообще, да, работа не нужна, но иногда сложновато, знаете, когда денег не хватает. Особенно мне сложно, потому что я по своей натуре транжира. Ну, понимаете, да? Чуть денежки появились, я уже на секонд-хенде. Я уже все, скидка, не скидка, газировку купил, гуляю. Типа, привет, секонд-хенд. Я не шучу, именно секонд-хенд раскрывает меня вот как лично, даже для транжира, потому что если у меня есть какая-то сумма денег после выступления, гривен 500, я с ней иду в бутик, мне там денег хватает только на то, чтобы я зашел, подошел к консультанту, такой, здравствуйте, ищу костюмчик джинсовый, гривен за 500, что, курточка, штанишки? Консультант обычно в такой момент говорит, ну, смотрите, есть хороший вариант пойти нахуй отсюда, пока я охрану не вызвал. Ты уходишь, он тебе еще в спину. Ты где такие цены видел последние пять лет? Пидор! Ну, просто уже на личности переходят. Идешь грустный, думаешь, приехал в Киев в ЦУМ погулять. Но если у меня есть 500 гривен, народ, и я с этой суммой попадаю на секонд-хенд, мне там, «Евгений Игоревич! Дорогой ты наш! А где это ты три дня, блядь, пропадал?» И я там, «Ха!» Не спрашивайте. В бутик ходил, ага. Прошвырнулся. Я прихожу на секонд-хенд, и знаете, там еще бывают, пишут, табличка такая есть, одна вещь 20, 3 на 50. Я такой, блядь, вы пожалеете, что там написали, а? И все, мне крышу сносит. Я начинаю, у меня с собой всегда такая корзина, как на цилонских плантациях за крючами. Ну, когда я тебе купил, да? На сейле. У меня эта корзина, и я просто все не меряю туда. Джинсы уже, костюмчики джинсовые пошли. Все, вот так вот с копом. Потом приходишь, правда, бывает обидный момент, домой, начинаешь что-то добро раскладывать, я такой, блядь. О, пододеяльник. Я купил пододеяльник на секонд-хенде, какая-то мне польза этой стране. Еще весь сперми аж хрустит, блядь. Ну что ж, положу его под одеяло. Это же пододеяльник. Сложно бывает. Я еще не люблю очереди, но есть очереди, против которых мы бессильны, например, в супермаркете, да, понимаете, на кассе. Но я недавно стоял в очереди в супермаркете не на кассе, а на электронные весы. Как это произошло? Объясню. Я стоял в конце километровой очереди, а в начале очереди на весах, на электронных, стоял дед вот такой. Думаю, что за весы, блядь, весы или дед? Ну в какой-то момент уже нервы сдали, я начинаю бежать, такой, типа, народ, ну что вы старику не поможете? Он сейчас как будто Боингом управляет, для него это электроника вся. Подбегаю, смотрю, а он положил на весы зефир, и не может определиться, какой раздел выбрать, печенье или конфеты. Ну я аж подбегаю, такой, оп-па. Что это? Тут даже дед уже оказался по смекалисти, он такой, свежемороженые продукты, хинкали, похуй, на кассе разберутся. Я, знаете, я ради приличия решил узнать, что же это за раздел, можете проверить мои слова. В Ашане для зефира есть специальный раздел, он называется «Заморские сладости». Я теперь понимаю, дед не тупил. Он просто стоял такой, «Я не буду это нажимать». Тысяча человек в очереди, сейчас все увидят, что я заморские сладости скажу, «Нихера ты, Аладдин, блядь!» «Ты чё там ищешь, ковёр-самолёт?» Вот мы плавно подошли к пошлой части моего выступления. Пошлые шутки, да. Но, возможно, они не пошлые. Знаете, просто люди такие создания, которые пошлость могут увидеть во всём, что угодно. Я лишний раз убедился, когда общался в компании своих же друзей и просто задал вопрос такой, типа, «Вы когда-нибудь ломали член?» И один друг такой, «Иди ты нахуй!» «Не, я не ломал. Ты что?» Но я слышал, что это можно сделать во время жесткой ебли. Я такой, «Что? Зачем ты пошлил мой вопрос? Тривиальный вопрос. Ломали ли вы член?» «Нет, взял, сделал из этого пошлость. Просто жесткая ебля. Что такое жесткая ебля? Как она вообще выглядит?» Мне кажется, что жесткая ебля, она начинается с драки, знаете? С жесткого махача. И уже просто в моменте ты понимаешь, что тебе сосут хуй. Сосут хуй, и в какой-то момент девушка просто такая, «Жесткая ебля!» Не знаю. Есть несколько вариантов, как можно сломать член непошло, я считаю. Первый. Просто сломать. Ну, знаете, как с царапиной бывает. Ходишь весь день гуляешь, потом в зеркало смотришь, а царапина на лбу. Откуда она там? Непонятно. Так и с членом. Что-то ходил, бегал, отрывался по секонд-хендам, да? Приходишь домой, поссать, вытащишь там два открытых перелома. Наверное, где-то на ЛФК ногу не туда бывает. Это первый вариант. И второй вариант. Парни поймут. Помните, в детстве едешь, и он в спицы попадает на велосипеде? Это не шутка про большой член, это шутка про среднестатистический европейский и большую неудачу. Вот о чем это шутка. И непосредственно пошлая мысль, пошлый материал. Недавно смотрел видео на ютубе, где блогерша рассказывала своим подписчицам, что делать со спермой, если она каким-то образом попала в рот. Каким-то вы понимаете, каким образом. Добровольным, я говорю об этом. Не магическим, когда ты просто шла по площади, у тебя тут уже понятно только глотать. Ты же не хочешь плевать спермой, когда эти люди смотрят на улице, что они подумают. В общем, да, блогерша рассказывала подписчицам, что делать с мужской спермой, глотать или сплевывать после секса. И она говорит, что вполне нормально, когда девушка выплевывает, потому что сперма может быть невкусной. И она дает совет мужчинам, как можно улучшить качество спермы. Вот что она говорит. Можно перед сексом выпить пару литров ананасового сока. Если вы не расслышали, перед сексом пару литров ананасового сока. Просто. Прямо где-то минуты за две, за три до секса. Я еще думаю, знаете, ты пьешь этот ананасовый сок, а девушка смотрит и такая, что зачем? А что ты собираешься? Подожди, сейчас узнаю. И вот она говорит, выпить пару литров ананасового сока, и это так забавно, потому что, ну, типа, сколько пару, конкретно, скажи мне, что цифру? Два, три, четыре. Типа, выпей пару литров ананасового сока, и сперма станет вкуснее. Выпей четыре литра ананасового сока, и девушка уже не отличит, что она сока или сперма по пилатам. Выпей восемь литров ананасового сока, и все девушки с подъезда будут подходить набирать в баклаге, как на водокачке, на зиму, консервировать. Выпей шестнадцать литров ананасового сока, и тебе уже девушка не нужна, можешь сам себе в рот подрочить, попить свои спермы. Все, у меня все на этом. Спасибо. Женя Евсоков, хорошего вечера. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok